Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео. Это видео у нас называется то, как мы будем перевозить вот такие вот самосвалы Вольво. Короче, нахожусь я сейчас в Московской области, это Раменский район между бронницами и электросталью. Здесь такой карьер по 107-й трассе, вот там вот. Приехали мы сюда для того, чтобы загрузить вот эти вот самосвалы, вот эти вот, которые сейчас докомплектуют запасками, бочками и смазкой. Стоит он второй, и там стоит еще за ним третий самосвал, который мы повезем в город Ханты-Мансиск. Ну, примерно туда. Так, я на Даффике, Петрович у нас на Рено. Сейчас я вам краткий обзор сделаю тралов, машин. У меня одноногая, это у нас 6 на 4. Так, у Петровича трал. Вот 4-хосный, вот здесь вот с осью, видите? Вот так вот. Раздвижной. У меня 4-хосный, вот такой вот. Вот такой вот трал. Это Тверстроймаш, а это, я не знаю, вот как-то вот так вот он называется, в общем, короче. Сами надо расшифровить. Так, повезем. Получается мы вот эти вот самосвалы Вольво. Весит самосвал где-то примерно в районе 30 тонн, наверное. 28-29. Поэтому загонять его, скорее всего, будем задом. Вот такой самосвал. Будем загонять, когда я, конечно, вам еще покажу, что у него еще там. Да как. Так, это второй. И там вот стоит третий. Сейчас они доукомплектуют. И уже начнут нам их загонять. Так. Ну, а мы ждем. Ребята, ждем. Такая вот работа. Не габаритчика. Или, как сказать, большегруза. Вот так вот. А, и вот, ребята. Работа, работай, но нельзя забывать и о документах. Бывает, заработаешься, забудешь про карту водителя. И по закону подлости остановят и выпишут штраф. Давайте, прямо сейчас достаньте свои карты водителя. Вот моя. Через три месяца уже заканчивается. Уже можно делать новую. Заказывать буду на сайте rostahocard.online. Чего и вам рекомендую. Оформить карту можно онлайн за пять минут и получить по почте около дома. Так что, ребята, заказывайте. Так, готовим трал. Первый у нас Петрович грузится. Так, вот эту ось опустили. Она тоже поворотная. Так, вот это вот эти. Это лапы, короче, назад вставлять. Вот сюда вот. Вот таким вот макаром. Чтобы не угробить подушки. Так, ну все. Первый у нас готов. Собрали мы откаты. Поставили вот эти отбойнички. Все должно быть красиво. Вот такая махинина. Поднимается, поднимается, поднимается. Нашел. Зашел красиво. Рулежка спереди. Чего, хочешь выдвинуть? Чего, хочешь выдвинуть? Чего, хочешь выдвинуть? Чего, хочешь выдвинуть? Круб-бруски, есть какие-то? Нет. Давай поиграть. Так, сейчас что-нибудь с брусками тут надо намутить, ширина колеса слишком широкая. Так, теперь пытаемся мне его загнать, ну другое уже, задом кажется сложнее загонять чем передом. Я тоже уже разложился, выставил опоры снизу, сзади и получается задними колесами хочу его поставить вот сюда, впритык и стянуть. Еще раз пытаемся заехать. Криво идет, похоже что криво. Криво криво криво. Вот так вот задом то его и загонять. Вот сейчас начал по-моему, надо сейчас контролировать его. Да не, Петрович, некуда там, наоборот. Нормально, нормально он идет. Наоборот надо, наверное, сюда чуть-чуть. Смотри, видишь, здесь, там мало остается. Где? Вот этот чуть-чуть сюда надо, туда. Вот чуть-чуть. Туда, туда? Да, 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 маленько прям. Чуть-чуть прям? Да, прям маленько. Да, 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 нормально. Чуть-чуть туда и пойдет он нормально. Вот. Так. Смотри. Блин, ну пусть зайдет, если что, он же потом может вперед чуть и назад чуть. Пусть сейчас зайдет и мы его полностью посмотрим, как он. Идет он вроде хорошо. Да, да, хорошо идет. Не, нормально, нормально идет. Все, и пусть до упора его ставит. Так. А что у нас тут с переда? У нас страна меньше весит. Да. Меньше. Но сейчас можно чуть-чуть ему вперед, видишь? Выровняться и назад встать. Вон сейчас, видишь, жопа начнет уходить. В эту дверцу. Сейчас голову сюда сдвинешь, а жопа туда уйдет, блин. У меня он передом заезжал, он так же чуть-чуть криво, потом раз, чуть назад и чуть вперед. Треб не уйдет. Сейчас метр вперед. Да, метр подай чуть-чуть. И назад. Не будет. А, так это тот стоял, у которого колесо еще подспущенное. Да, 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 оно слабенькое чуть было. Проедит чуть-чуть? Да, да, да. Проедит чуть-чуть, маленько прям. Стоять по сзади. Все сейчас. Уже почти встал. Так, все поставили. Окончательно и бесповоротно. Вот так вот перекрестил, как я называю, цепи. Так, вот здесь вот тоже перекрестил, взял за середину. Поставили вот эту вот страховочный, как он там называется, короче. Так, здесь так же все как положено. И вот здесь вот, здесь крюков у меня, видите, нету вот здесь. Вот здесь просто вот так вот, здесь вот усилия есть. Вот такое вот, просто вот так взял и тоже перекрестил. Ну, если его вперед гнать, тогда да, вот здесь и вон там он, они есть. Но я хотел именно его прижать к гусаку, чтобы он у меня никуда не играл. Хотя, может, и не будет играть. Так, все, по многочисленным просьбам показываю вам, что я загрузил изнутри. Так, уже его, видите, зеркала ему сложили, вот так вот. Это у нас Вольво весит 28 тонн, 300 килограмм. Вот. Короче, садиться не буду, я в грязном уже. А так покажу вообще управление, кабину. Ну, вот Давид Камаз, помните, если кто видел, тоже он возил такую Вольву и снимал ее. А здесь вот, видите, место второго пассажира. Так, вот здесь вот, ну да, вот они, рычажки. Видите, управление. Вот они. Три педали, как на любой машине. Здесь, видите, водитель босиком ездит. Ну, или я не знаю, а может и не босиком, но чистенько здесь, видите, как уютненько. Вон брикены, все дела. Девочки висят. Симпатичные. Магнитола. Так, ну, сейчас скажу про бег. Так. А, моточасы у него пробега нет. Ну, этот, по-моему, 2008 года, который мне загнали. Вольво. Сейчас я потом гляну. И вот, короче. Так, ну а что у нас? Там у нас ничего нету. Ну, там кузов у меня пустой. А у парней лежат колеса. Так что, вот такой вот аппарат. Сейчас скажу вам год выпуска его. Оп. Так. 2007 год. Да, вот. 28300 весит. Ну, вот такое у Вольво. Не новый, но тоже хорошо. Тут нагрузки у него какие-то, в общем. Ладно. Самое главное показал. Заснял. Все. Ждем, ждем. Еще один трал приедет. Не знаю, наш, не наш. Вроде должен наш приехать. Вот. И будем мы отсюда потихонечку трогать. Вот. Видите, как масло с этого подкидывает с пердуна. Ну, ничего. Ладно. Масло подливаем. Нормально. Ну, все, ребят, давайте. Уже, когда, наверное, все загрузим, я уже полностью сделаю отчет, что мы полностью погрузились и готовы выезжать. А так пока вот оно все готово. Так, ребят, короче, мы дождались третьего нашего водителя и готовы, в принципе, выезжать. Он сегодня только погрузился. в общем. Так, вот это наша машина третья. Мерседес. Вот. Загрузился. Третьего. Так что, в принципе, будем выезжать. Итак, втроем пойдем. Сопровождение у нас машины. Все есть. Все отлично. Так, я проверю у себя. Так, мигалка все работает. Габариты горят. Фары горят. Все горят. Номер. Все, все отлично. Вот этот рожок я поменял в Питере. Его не было. Ну, до меня он просто этот, снесенный был. Так. Мерседес готов. Все работает. Все горит. Все моргает и горит, как говорится. Ну, вот так вот мы и пойдем в троечка. Так, вот машина у нас сопровождение. Мигалки, все дела. Тоже перед Тверской. Ребят, ну что, едем? Вот такой вот мы компанией идем. Петрович. И там Боря едет у нас. Я вам так выехал, показал. Там впереди сопровождение идет с нами. Всю дорогу не покидает нас. Скажу, короче, по поводу того, как ведет себя DAF. Да. Так как тащит почти 30 тонн груза. Вот этого. Ну, кстати, у Петровича еще, видите, колеса там у Бори колеса. У меня, как бы, там какие-то запчасти, колес нет. Не это самое. Но DAF, как бы, ведет себя, так сказать, на подъемах очень печально. Очень печально ему тащить этот вес. Потому что, как бы, понимаете, да? Вот. И, ну, в принципе, едет. Вот, видите. В принципе, он едет. Вот так вот все плавает. Дорога плавает. Вот. Ну, оно идет. Не знаю, как мы будем Уральские горы проходить. Пойдем по пятерке. Едем мы в Ханты-Мансийск. Нет, не сам Ханты-Мансийск, а Ханты-Мансийский округ. Поселок Покачи. Так что ехать нам еще и ехать. Сегодня у нас третий день, по-моему, как мы выехали. Но мы, видите, ждали, получается, Борю. Потому что Боря на следующий день загрузился. И мы его ждали, грубо говоря, сутки. От этого. Ну, и идем мы, естественно, ночь. И, да. То есть днем, как бы, ну... Ну, вчера днем не шли. Потому что мы шли ночью. Сейчас вот сюда опять идем ночью. Ну, основные, наверное, ночные у нас такие. Полу-полу-ночные и полудневные поездки, поэтому... Так что... Маршрут у нас интересно. По горам, через Челябинск, Курган. Потом... Потом я не помню, честно говоря, разрешение... Не имею на руках. Разрешение у нас в машине сопровождение. Так как, когда у нас останавливались ГАИСники, как бы, это самое... Мы максимум, что показываем, это документы. Так вот. По ширине, видите, как идет Петрович. Вполне нормально. Занимаю полностью полосу. Ну, бывает, прижимаемся, когда этот... На обгон кто-то идет. Там фура какая-нибудь, да. Прижмемся. Естественно, коллегу пропустишь. Ну, и вот так вот шагаем. Такое вам утреннее... Утреннее включение. 5.18 по Москве. И плюс 4 за бортом. Ну, расход, если кому интересно, пока что вот такой. Ну, он потихонечку растет, потому что сейчас ближе к Казани, Чувашия. Да, тут есть, как были подъемчики. Ну, вот, естественно, он растет. Ну, вот он растет, но он не падает, как бы. Когда идешь пустой, да, он падает. А таксад пока что... Вот, дошел до 33,8. Ну, это, в принципе, нормальный расход. Для такой машины с травом, с грузом. Это вообще, мне кажется, офигенский расход. Ладно. Дальше включимся. В ожидании пайки. Так, ребят, короче, сидим мы это самое втроем. В Мерседесе. Это у нас Боря, Борис, с Нижнего Новгорода. Это у нас Геннадий Петрович. Просто Петрович. Просто Петрович, да, в общих кругах Петербурга, да. Я вот ехал, когда за ними, я сзади их снимал. Снимал тебя, как вы ехали, и тебя, Петрович, снимал. Сам себя, конечно, не поснимал. У нас сегодня, короче, вечером вот такая пайка. Казанский Казан. Афганский. Афганский? Я вообще думал, Казанский. Ладно, пусть будет афганский. И там у нас сегодня пайка. Как это? Кулюм. Главный этот шеф-повар, да. В общем, короче. Мы его слепили из того, что было, да? Да, 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 да. Так что, короче, вот такие у нас будни негабаритчиков. Так сказать, всю ночь ехали, весь день теперь отдыхаем. Да, что-то отдыхал, да. Под машиной отдыхал. Ага, тебя разбудил. Еще ни минуту не спал, вообще. Ты уехал, ты сейчас не спал, что-то. А я там все... Я только заснул, тебя разбудил. Так я даже не уснул. Я только лег, все, глаза закрыл. Я часочек-то поспал. Только, говорю, глаза закрыл, он мне звонит, все. Езжай, сервис. Тебя там иду, забери запчасти. Да. А запчасти где забирал? На объездной. На объездной. На объездной. Чибиси. Дороги Чибиси. Дороги Чибиси. Дороги Чибиси. Что-то тут прям у нас вообще все заставлено, что это... Прям некуда, да? Ну, по рабочей обстановке. Да. Рабочие моменты, готовки. Вот интересно, да, тут? Не за что все штучки. Опа-опа-опа. Моги озарятся, смотри. Да-да, кстати, он нормально там давление держит, да? Да, но зато вкусно получается. Да. Вообще отлично. Так, вот стоит там дафик вдалеке. И Рено, но Рено не видно Рено. Вот видно только заднюю часть. Это М7 у нас объезд, это обход этой Казани. Объездная. В общем, короче, покушаем, отдохнем, а завтра, наверное, поедем, да, уже? Конечно. Сегодня точно не поедем. Сутки не спалкиваем. Да. А так, в принципе, мы ездим по режиму труда и отдыха. Конечно. Да. Без этого никак, но. Только по режиму. Так, ребят, давно не включался. Впереди Петрович. Петрович! Не буксуй, нормально все. Сзади Боря там едет. Едем и едем по Татарстану. Пошли мы, короче, через Заинноск. Да. Вот и выйдем на М5 потом. Какими-то окольными идем тропами. Но там через этот нельзя ехать. Как-то так, короче. Не знаю, может, мост какой-то низкий или еще чего. Ну, прописано у нас так в разрешении. Так и идем. Поэтому. Бежит дорожка кривая. А нам, татарам, охрену. Вот такая вся. Вот такая песенка. Твоя песенка спета. Колонки молчат. Петрович, ты заглушил двигатель и покинул ты чат. Блин, я сейчас вам тут напридумываю. У меня сегодня настроение просто ОГОНЬ. Потому что, я не знаю почему, потому что я выбрался из Питера и еду в сторону дома. А это уже хорошо. Это уже счастье. Счастье ты мое. Тара-та-та-та. Вот такая вот река. Там. А рядом полюшка зеленая. На-на-на-на-на-на-на-на. Вот так вот они все и тут и живут. И татары, и башкиры. Земля-то какая хорошая прям. Смотрите, ровненько такая. Какая-то себя подстрижем. Чё-то прям. Чё-то прям. Ты что-то бояться, блядь, ехал на этом. Переворачиваю налево, я протормазывал. А вот пока что. Прям всю ту. Чё, там эта опора отстала. Ты, блядь, не подгоняешь. Я буду прям за ним. Меня подгоняет. А куда не будет? Сижу Горева. Тереворачиваю. Я пихал позвониваю. Горева. Знаю, что он просто идет. Идем в подъемчик. На шестой пониженной. Идем в подъемчик. А у нас все хорошо. Обгоняет меня Форд. Форд Фокус третий. А нет, Мондео. Короче, прям мы заправили полные баки. И прям. Расход 37 уже. Но видите, здесь это горки. Вот эти вот такие. Как это горками-то не назовет просто. Небольшие возвышенности. От этого расход, конечно же, конечно же, возрастает. Так что? Еще Петрович газует. Скоро конец дня будет у нас. Время местное 6 часов. Но мы выспались полный сил. Вчера ели вкусную похлебку. Бориного приготовления фирменного в казане. Ребята, кто хочет, кстати, кому интересно наблюдать за каналом, подписывайтесь на инстаграм. И там выходит очень много всяких фоточек и видео с моих рейсов, с моей профессиональной деятельности и просто жизни. Короче, так что. Подписываемся и наблюдаем. А если вам нахер не интересно, то тогда вообще отпишитесь. И все. Ребята, прошли мы сегодня горы. А как прошли, спросите меня, горы? Да как, очень хорошо мы прошли горы. Я бы сказал охуительно. Потому что у Дафа этот самый горный тормоз вообще практически не держит. У Бори горный тормоз держит. У Петровича держит. Но почему-то греется одна ось на телеге. И тем самым, короче, что-то там с фитингом сейчас поехали. А не, короче, с Арсеном искать фитинг. Пока они ездили, пока приехали туда-сюда. Я сегодня купил на Карпачева вот такую магнитолку в Дафика. Получается PIONEER GB. Вот такая вот. Простая магнитола без каких-либо наворотов. Единственное, тут даже, смотрите, 2 USB можно. Короче, вот так вот 2 USB вставить можно. Флешку. Ну, мне надо было с блютузом. Видите? Значок блютуза. В общем, я взял ее чисто из-за блютуза. Потому что старая она капец, блин, вообще уже не поет. И ни AUX, ни штатная, дафовская. Там ни AUX не подключишь, ничего. 2000 рублей стоит магнитола. И я еще купил колонки Sony. Вот туда, в двери. 13 динамики здесь стоят. Диаметр 2 штуки. Получается, отдавая за них 1650. В общем, 3650. Музыка есть. Дзинь и зарплаты. Так. И купил я еще пистолет обдувочный. Вот сюда вот. Здесь говорят, дафовский родной должен быть. Но его здесь нет. Не знаю. Я купил, короче, вот такой вот пистолет. Вот так буду его выводить. И вот так вот это все дело делать. Видите? Вот. Вот так. Оп. 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 Вот так вот. Все. И выдуваешь спокойненько. Все вот это вот дерьмище. Пылище дерьмище. И торпеды тоже удобно очень, видите, продувать. Так что я доволен. Кстати, на Карпачева вот так вот все продул спокойненько с утреца. И обратно его туда свернул. И он, в принципе, тут никому не мешается. Да, вот так вот. Нормально. Так что вот такие, ребята, дела. 650 рублей стоит этот пистолет. Потом, что еще? В принципе, больше ничего сегодня такого не покупал. Туда-сюда. Мелочевки разные. А, кстати, надо пойти моргалку поменять. Я же купил вот моргалку сегодня где-то она. Надо пойти на Ютубе поставить. Может у меня с левой стороны не моргает. Смотрите. Вот, видите, как слабо моргает. А должна моргать вот как там. Сейчас покажу. Вот, видите. Сейчас второй режим будет. Вот так вот. А это? Ага, это зеркало грязное. Вот. Вот, видите, как слабо. В общем, надо ее сделать. Сейчас пойду ее поменяю тоже, пока мы не поехали. Вот и все. Такие движения у нас кругом. Работаем, все делаем. Так что он, Петрович, пошел, что-то там занимается. Поедем опять в ночь. Ребят, снова включение. Долго не включался, потому что ехали где-то ночью, где-то днем. Ломались. В общем, у нас на горизонте сейчас Сургут. И вот этот вот Сургутский мост, сооружение, не знаю для чего. Такой он высокий. Справа ЖД у нас. Извиняюсь за грязное стекло. Некогда было помыть. Так что, такое есть немного. Так, сейчас по мостику проедем. Я вам засниму его. Опа. А нам тут вроде говорят, что нельзя ехать. Красный. Нам красный. Вот это да. Вот это интересное кино. Сейчас будем разбираться. В общем, короче, опять у нас очередной патруль за сегодняшний день остановил нас и проверяет наши все документы. В общем. В общем. Не знаю. Сейчас разрешение покажут. У меня документы опять забрали. Будут все смотреть, проверять, сверять. Как мухи на говно, короче, вот когда мы едем. Честное слово, не в обиду сказано. Ну, это вообще капец. Прям понаедут сразу, понаедут. Давай все проверять, сверять, куда вы едете, что вам надо. Что вы везете. Короче. Опять ждем. Опять ждем. И потом поедем снова. Тут ехать осталось там 200 километров до выгрузки. Выгрузка у нас в поселок или город Покачи. А мы вот в Сургуте мост прошли. Ребят. В общем, доехал Дав. Все. Мы приехали на выгрузку. Короче. Сейчас будет съезжать. Вольво. Я заехал первый на выгрузку. Потому что парни заехали на заправку. У меня еще хватало топлива. Поэтому нормально. Короче. Все. Цепи снял. Все освободил. Полностью. Поэтому спокойненько можем уезжать. Сейчас там он все сделает. И спокойно уже съедет. Я доехал без происшествий. В принципе у меня ничего не отвалилось. В этом рейсе все нормально. Колеса все целые. У Бори получается три колеса. Я рассказывал на этот. Перекидка слетела. Вот. Такая перекидка слетела. Тормозная. И она не слетела. Она рванула. Она китайская была. И все. И поэтому у него три колеса на выстрел. И у Петровича три колеса по горам нагрелась. Тормозная была на выстрел. Ну все. Сейчас потихонечку пойдет. Так что. Общий обход по быстренькому. И все. И будем опять сворачиваться. Все нормально. Вроде все нормально. Так. Все. Поехал. Вот и все. Вот так вот. Так. Ребят. Ну все. Я поезжаю в Московскую область. Из Покачей. Это у нас Ханты-Манты. Боря Петрович пока остаются здесь. Они будут грузиться. Чем-то похоже. А у меня уже груз там идет. Так что. Я лечу. А они пока остаются. Так. Это Петрович. Это Боря. Там все. Короче. Уезжаю от них. Покидай от нас Ханты-Манты. С бомж пакетиками. Да-да-да. С бомж пакетиками. Да-да-да. Парни тут остались короче. Сидят кино смотрят там. Вот так вот. До понедельника наверное вас сидит. А нет. Вы поедете сейчас. Ну на поезду. Ну он же сказал в обед. После обеда. Деньги появятся и вы поедете. Я даже сколько слышал эту песню. Понятно. Давай. Костенька. Удачи тебе. Поедем мы в Санкт-Петербург. В Питерское приехать. Ладно Борь. Давай. Давай-давай-давай. Я поехал. Было приятно с вами ехать. Давай-давай-давай. Весело приятно. На связи. Да-да-да. Все. А? Поехали. Как раз минимум будем ехать. Что поедешь? Ладно. Давайте. Так. А мы едем. Увязал тут. Взял. Новые запаски я Боре дал. У Боре подвязанная ось. А старые вот с дисками. Себе я закинул. Цепи все закинул. Ехать буду долго. Хоть и пустой. Хоть и пустой. Поехали. Поехали.